КОНЕЦ Наша информация. Метод американского ученого Джекоба Митлайдера хорошо себя показал в Преамурии. И многие изъявили желание пойти на Митлайдеровские курсы. Есть такие. 13 ноября в 12 часов дворец культуры железнодорожников. Курсы ведут преданные этому методу опытные Митлайдеровцы Светлана Сергеевна и Игорь Александрович Клименко. А кроме того, по самым различным вопросам технологии изобилия перед слушателями выступят опытные специалисты Чернышев, Кушнаренко, Ларева, Воробьева и другие. Другой адрес. В библиотеке Островского курсы по Митлайдеру начнут свою работу 14 ноября в 10 часов. В судах приглашаются также слушатели предыдущих курсов, преподаватель Тамара Петровна Кочнева. На дземгах в Доме офицеров также начнут работать курсы по Митлайдеру. Организационный сбор 13 ноября в 14 часов преподаватель Тамара Петровна Кочнева. «Приходите!» Никто еще не пожалел о полученных знаниях, да и урожай по Митлайдеру говорит сам за себя. Ну вот и закончился садово-огородный сезон. Убраны яблоки и картошка. Нынче время отдохнуть и вспомнить, как все было. Где погода не позволила, где сам не досмотрел. Последнее, что мы должны были сделать в саду, это закрыть деревья. Но именно этот процесс мы часто забываем сделать, спрашивая потом, почему, к примеру, плохо плодоносила вишня, да яблоня урожаем не порадовала. Итак, давайте вернемся в наш сад, который должны были укрыть в октябре. Но прежде полюбуемся садовым участком Павла Играфовича Баранова, ветерана садоводства судостроителей. Вот такие опоры стоят у него под каждой яблони и грушей. Каждое дерево внутри, как огромная чаша. Каждой ветке, которая, изгибаясь, тянется вверх, доступны и солнце, и воздух. Каждое яблочко на виду. Не представляю, однако, как это все можно было укрыть. Но, видимо, форма растяжки дерева позволяет. С нее и начнем. Дело в том, что у многих ветки, основные ветки от ствола, которые идут, они в большинстве случаев голенастые. На метр, полтора, два нет урожая на них. А здесь, вы видите, урожай прямо на корнях, прямо на стволе. В связи с тем, что я занимаюсь вот этой формировкой. Короче, те ветки, которые мне не нужны, лишние, я вовремя их прищипываю, подвязываю, они прекращают рост. Те, которые, значит, нужны для заполнения, пустот. Вы их растягиваете? Нет, нет, я им даю свободно расти, потом пригибаю и ими заполняю пустоты. И таким образом у меня подвязывание на всей площади, но не на концах. Но это же вот одно дерево, да? Да, это одно дерево. Какой сорт у нас? Да, тут несколько хитростей есть. Дело в том, что у меня нет ни одного дерева, одного сорта. Все деревья у меня привиты на поросель, которая идет от корня. И привиты несколько сортов. На каждом дереве? На каждом дереве. Да, есть деревья, на которых привиты до 15 сортов. Так что, да. Ну, потом я выбираю те сорта, которые ценные, которые мне нравятся. Я их оставляю. Малоценные, которые не нравятся. Если они вымерзли, туда им дорога, как говорят. Вот. Или, значит, я вырезаю. Не понравился мне сорта. Я вырезал без всякой жалости. Ну, ясно. Ясно. Вот такие вот. И чем еще удобна вот эта планировка? Наверное, места меньше, конечно. Это первое условие. Второе, что потом укрывать их очень просто. Все подставки, подпорки я убираю. Так. Дерево само ложится. Так. Почти на землю. Немного торчат концы. Угу. У меня для этой цели там заготовлены щиты. Так. Досок сколоченные. Там, где торчат выше, чем полметра от земли, я приношу и бросаю щит. Прямо бросаю, не жалея. Угу. Где-то что-то сломалось туда, как говорят, дорога. Угу. Потом, если щит недостаточно тяжелый, недостаточно к земле преклонил, концы, я бросаю там любой брусок дополнительно на грузку. Или еще один дополнительный носит где-то рядышком. И таким образом у меня вся крона оказывается на высоте не более полметра от земли. Это самый высокий уровень, который получается местами. А в основном она лежит на земле. Но еще одно условие есть. Я прямо на землю ветки тоже стараюсь не ложить. Я прежде чем все это дело наклонять, пригибать, я ложу там несколько досок, подкладок, чтобы ветки ложились на эти подкладки. Дело в том, что они, будет, значит, осень теплая, рано выпадет мокрый снег, укрываю я рано, 15 апреля у меня, то есть 15 октября у меня уже укрыто, да. Значит, они могут выпрыть, не вымерзнуть, а прямо с осени. Если на землю. Если я буду ложить на землю, да. А так выглядит сад Павла Играфовича Баранова 14 октября. Все накрыто, все вместилось. И груши, и яблони, и вишня. И под низ, под низ. Из мешков делаете, да, из мешков таких, из-под сахара. Все, передвинет. Все, у нас это все не тронет. Да, с этим все в порядке. Павлов Играфович, я летом видела такое огромное дерево, что просто немысливо вам всего представить, что его можно накрыть. И все-таки вы накрыли его. Да, вы знаете, некоторые деревья ложатся сами. Они сформированы с таким расчетом. И, как видели, оно лежало почти полностью на земле, и особых трудов не стоило его накрыть. Но некоторые деревья приходится трудным. Приходится приносить щиты. И на ветки, которые задираются вверх, нажимать щитами и прижимать. Ничего, что дерево трещит при этом? Ничего, ничего. Ага, конечно. Или оно зимой вымежнет, да. Или оно сохранится. Часть сломается, а часть все равно сохранится. Свободно накрывается. И без всяких отробностей. Ага. Ой, тяжелое. Тяжелое. Покрытие какие тяжелые. Да, прорезиненное. Ага. Ну, зато уж прочь. Ого. Это что, я практически почему? По яблони хожу? По какой? Это вот колхозный как раз есть. Мое любимое. Ага. Надо же выдерживать щиты. Не трескать деревья. Нет, нет, нет. Все нормально. Ага. Все прекрасно. Ну, давайте я поправлю. Давайте. Терево тоже легло практически на землю полностью. Но концы все равно задирались. Значит, его пришлось прижать рейкой. Вот здесь хорошо видно, да. И вбить всего три проволоки. Всего три. И оказалось достаточно, чтобы дерево плотно лежало. Но вы все равно его накроете? Да, обязательно. Точно так же накрываем. И на этом, значит, кончается с ним. У вас деревья воистину дрессированные. Их можно уложить как угодно. Самое главное, это нужно было сформировать заранее. И самое главное еще в этом, что, помните, я как-то давно рассказывал, чтобы не пускать волчки. Чтобы сверху за деревом не было волчков. Ну, а если все-таки за лето, за лето все-таки волчки получились, то что делать? Я вырезаю их. Я не даю. Которые растут сбоку, пожалуйста. А которые растут вверх. Стараюсь лишнее удалить. Тем, чтобы под зиму уже было без волчков. Без волчков. Чтобы потом закрывалось и не жалеть. Чтобы не сбивались почки плодовые. Понимаете, да? И не ломались ветки. Практически ветки тут не ломаются. По деревьям можно ходить. Да. Ожоги у нас какие бывают? Вот, ты знаешь, солнечные, весенние и морозобойные ожоги. Вот как их отличить? И как вообще бороться, что ли? Или как дерево восстанавливать после того? Я вам сейчас покажу вот на этом дереве морозобойну, которая отличается от солнечного ожога тем, что она в основном, морозобойны в основном бывают в развилках ветвей. Две ветви, видите, расходятся в разные стороны, крупные и мелкие ветви. И она поражает вот эти развилки поблизости. Вот это у вас пораженно, да? Да, вот эта часть поражена. Тут вот сейчас мы порежем и сразу хорошо видно, видите? И здоровая древесина, видите, зеленая, белая, кругом, да? Вот это морозобойно таким образом бьет. Видите, как получилось? Это ее все надо очищать? Да, это надо было все очистить пораньше. Я очистил мало. Это прошлый год немного ударило, а в этом году дополнительно вот получилось. Вот в чем дело. Понимаете? В конце концов тут же остается мало живой коры и камбия. Ну и дерево в конце концов погибнет. Но чтобы подстраховаться, так я что сделал? Я уже привил на поросли. Вот она уже привита. Ее хорошо видно, да? Да. Вот. И здесь вот поросль тоже пошла, видите, дичка. Угу, угу. Эту дичку весной я снова привью. Так. Еще вот эти дички, я все их привью. Потом, раз уже у меня дерево погибает, тем более, что раньше я делал вырезку. Тут хорошо видно, видите, выгнило. Садовым варом я вообще ни одного среза не замазываю. Вообще нет, никакого. Ага. Единственное условие, когда делаю срез пилой, я потом острым ножом этот срез зачищаю Ага. До блеска. Чтобы скользко было. Чтобы вода не задерживаясь, скатывалась. Но тут уже прошло больше десяти лет. Даже больше. А так как у нас деревья в открытом виде, они не жизнеспокие, быстро погибают, поэтому залить об этом не приходится. Оно рано или поздно погибло. Или выше, или ниже. Ну, а как предотвратить вот такие вот морозобойные удары? Да, по морозобойным там, знаете, есть в литературе много рекомендаций. И побелку, и обмазку, и обвязку. Ну, я пришел к выводу, что овчинка выделки не стоит. Да. Ага. И решил, что лучше всего перепривить дерево заново, а это вырезать. Ну, а вообще, как вы к побелке относитесь? Так, к побелке я отношусь тоже отрицательно. Дело в чем? Значит, это минеральные вещества. Мел, известь там, кальций, понимаете? И вместо того, чтобы давать положительный эффект от холода, минеральные вещества, они еще сильнее накаляются. И сильнее делают ожог. Сильнее. Хотя, казалось бы, оберегают дерево от вредителей потом, да? Да, от вредителей надо совсем другими средствами спасаться. Не побелкой. Все равно кору очищают. А кору, может быть, очищают. Но я стараюсь этого не делать. Я стараюсь, это просто лишняя работа. Трата труда лишняя. И времени. Ну, у вас вот это дерево открытое всю зиму, да? Да, это дерево открыто. Это хабаровский сорт, хабаровская ранняя. Яблоня, да? Яблоня, да. Полукультурка. Дело в том, что я почти все хабаровские сорта испытал. Так. В открытом виде. И абориген, и амурско-урожайные, и августовская. Ну, много-много прививок делал. Все они оказались в открытом виде в наших условиях незимостойкие. Незимостойкие. Нет, нет. Яблоня, хабаровские. Да, два-три года они пропадают. Полукультурки вот эти. Полукультурки. Ну, а это, я смотрю, это давнее дерево. Да, да, да. Это дерево давнее. Может быть, ему лет 15 уже. Значит, это оказалось более-менее стойким. Вот. Ну, один недостаток, то, что у него плодоношение на приросте прошлого года. И плодоношение все время уходит на концы, на концы. И дерево получается очень высокое. Я потом не могу с ним справиться. Его же надо обрезать, сделать поднижение. А так как, значит, чтобы штамп был устойчивый, я делаю прививку от земли на метр-полтора от земли, понимаете? Да, еще дерево такое высокорослое, тип его, пирамидальная крона так называемая, понимаете? Но ведь и солнечные ожоги не менее опасны, так ведь? Да, вот солнечный ожог отличается от морозобоин. Солнечный ожог в основном случается рано весной. Рано это в конце февраля и начале марта. Вот когда большие перепады температур. И с южной стороны дерево, только с южной. Да, морозобоины может быть с любой стороны, в любом месте в развилках. А солнечный ожог только с южной стороны. Практически избавиться от них тоже очень трудно. Значит, побелки, заматывание, укутывание, они мало тоже эффективны. Поэтому спасаться я рекомендаций каких-то особых дать просто не могу на эту тему. Как от них избавиться. Но единственное, желательно, чтобы сажать деревья не на таких местах, вот как у меня вот это дерево сидит. Посмотрите, юг и ветер, ветрогон с этой стороны. Вот он способствует этим солнечным ожогам. Тут не только погибло, скажем, это дерево, да, полукультурка. А сливы вон напротив растут. Они тоже погибли из-за того, что здесь сильно продувное место. Вот, оказывается, еще надо учитывать, чтобы не было продувного места. Да, да, чтобы не было продувного места. Как в трубу, получается, мимо дома. С южной и с западной стороны, то есть с восточной и с западной стороны. Так как основные ветра у нас бывают или с севера, или с юга, да, а продувные места, получается, с востока и с запада, мимо дома. Поэтому, значит, рекомендую сажать в этих местах в основном жимолость. В продувных местах. В продувных местах, да, жимолость. Черную смородину, красную смородину в этих местах. И, значит, прибегать к снегозадержанию. То есть устанавливать щиты, штакетник. Два-три ряда штакетника. Собирать, не выбрасывать ветки, побольше веток набрасывать в этих местах, чтобы снег задерживался и задерживал ветер. Ну, а вообще, как у вас в этом году урожай был яблок, груш, абрикос, вишен, хороший? Так, значит, яблоки в этом году были не активны. Да, сказалось, видать, периодичное складознашение. Прошлый год было хорошо, а в этом году похуже. Но груши были прекрасные. И груш было много. Абрикос средний был. Вишня была нормальна, более-менее нормальна. Хорошая также войлочная вишня была. Ну и сливы. Сливы были тоже прекрасные. А сейчас вернемся в август, чтобы ответить на вопрос, почему из года в год плохо плодоносит западная вишня. Вот так она прекрасно выглядит на участке Бараново. Замечу, здесь вишню собирали уже целый месяц. Наверное, есть какие-то особые условия ухода за вишней, да? Да. Основное условие, чтобы вишню выращивать в наших условиях, в консоволе, значит, важно сохранить ее зимой. Для этого я, значит, применяю следующие способы. Ее пригибаю близко к земле. Не выше полметра от земли. Для этого я забиваю колья металлические. Потом нагибаю. Если плохо нагибается, то по одной ветке. Но она все равно гнется. Да, все равно гнется. Она хорошо гнется. Если ломается, не надо залезть. Не надо. Важно ее сохранить. Иначе она так и так погибнет. Ну да. Потом накрывать. Ну, нужно, когда уже наклонил, все приложил. Прямо как малину вот так вот. Да, да, как малину. Точно так. Где-то торчат эти концы. Привязываешь погатом, веревочкой их. Потом еще одно важное условие. Накрывать нужно материалом, который не пропускает воздух. Желательно. Я накрываю или бетингом, или стеклоткань, пропитанная лаком. Или можно брезентом или парусиной. Вот эти вот основные виды. Ни в коем случае нельзя накрывать или мешковиной, или толью. Под толью соприлит, под мешковиной вымерзнет. Но еще одно условие надо, конечно, соблюдать. Внизу ветки желательно удалять. Они все-таки угнетенные, заглушенные. И плодоносят они плохо. И второе, значит, урожай, когда созревает, все равно тень какая-то есть, а они просто засыхают. Получаются сушеные ягоды. И поэтому надо вниз прореживать, просветлять. А вверху нет ничего такого лишнего. Но это в кустовидной. А в древовидной, там, конечно, надо обрезку, вырезку делать, соответственно, как обычное дерево, плодовое дерево. Как яблоню там или сливу. Ну, вообще, она вот так выгодна. Вы знаете, вишня, мне кажется, очень выгодна. Во-первых, с ней не очень много работы. Приготовить с нее можно все, что угодно. Мы же как делаем? Почти во все заготовки добавляем горстку вишни. И все, любые, яблони, сливы, что бы там ни было. А до этого горстка вишни, она делает отличный пикантный вкус всем заготовкам. Павел Играфович, первое, что я сразу обращаю внимание на вашу уникальную вишню западную. Как ее укрываете вы на зиму? Да. Предварительно я готовлю ее, пригибаю. А пригибаю следующим образом. Значит, у меня вбиты там колышки металлические. И я сажусь на нее. Вот таким вот образом прохожу. Она нагибается, я подставляю подкладку. И все, она держится. И таким образом, начиная с первой, а так как они все по одной линии высажены. Да, они у вас по одной линии. Да, да, да. Одну за другой таким образом пригибаю, пригибаю. Сначала подкладки подкладываю. А потом, когда в разные концы торчат в разные стороны. А я тогда уже этими веревочками подвязываю их вместе. Получился валик такой. Ну, почти как малина, да? Да, почти как малину. Ну, малина ложится, она все-таки более такая, ну, нежная. И не такая жесткая. Она ложится ближе к земле. А эту труднее положить. Вот такие подставочки деревянные. Да, да, да. Металлические. Металлические. Все-таки на каком-то уровне. Но уровень надо соблюдать не больше полметра. От земли. От земли, да. Для того, чтобы от земли тепло все-таки сохранялось. И помогало вишне сохраниться тоже. Ну, а когда я все связал, этот валик готовый, да, все нормально, тогда беру полотно, ветер, и растягиваю его. Ну, это можно показать. Да, да, да. И, видите, все получилось очень быстро. Да. Ну, а потом, чтобы ветер, видите, чтобы не сносил, доски сбоку, да, поставили с обеих сторон, прижали как следует. Ну, а потом, чтобы доски не упали, я поставлю несколько колышков металлических с пробулок. Да, да, чтобы они не развалились. И все, практически на зиму укрыто как следует. Да. И, причем, уже несколько лет все это я делаю, да, гарантия стопроцентная. Так. Вишня не вымерзает. А туда никаких ядохимикатов для борьбы с грызунами? Да. Для западной вишни не надо ничего ложить. Да. А войлочную надо. Вот войлочную надо, да. Потому что почему-то они любят мыши ее. А. И особенно, когда молодые ветки. Для них, да, обгрызают круговую. И редко удается сохранить, если не ложить приманку. Ну, и еще скажите, что нужно, чтобы вот такая вишня западная плодоносила? Для того, чтобы она плодоносила, это, конечно, вот надо начинать с этого, чтобы она хорошо перезимовала. Ну, и второе, я уже как-то вам объяснял, да, помните, это надо, чтобы было несколько сортов. Два-три сорта, как минимум. В этом случае, значит, опыление происходит, ну, хорошо, более-менее. И если только весной погода стоит более-менее нормальная, да, нет сильных заморозков в это время, то опыление происходит нормальное и плодоносили тоже. И когда вы открываете вот эту западную вишню? Так, вот закрываю я сейчас, первое, надо сказать, что до 15 октября все уже закрыто. Абсолютно все. Так, и открываю 15 марта. Запомните, да, это средний срок, смотря как по погоде. Так, бывает позже несколько, там 20 марта, в этом году где-то к апрелю уже дело двигалось. Холодно было, да. Не получалось, снег, сугробы. Поэтому пришлось отложить. Обыкновенная войлочная вишня, популярная у нас здесь в настоящее время у большинства садоводов. Значит, и разводят ее очень многие и в большом количестве, да. Сохраняя ее точно так же, как и западную вишню. Как видите, вот здесь хорошо видно. Да, эти штырьки железные, палочка. Да, положено. Досочка. Досочка прижата. Вот так же накрываю беттингом, точно так же. Но, так как эту войлочную вишню здорово любят мыши, да, приходится ложить приманку постоянно. Значит, под каждый куст ложим несколько баночек. Две, три, иногда четыре. А в баночке сколько граммов? А в баночку ложится примерно... Вот такая баночка? Да, да, вот примерно. И сколько? А, там немножко, да? Да, тут немного, 5-10 грамм. Ну, чем больше банок, тем поменьше можно дозу положить. Но баночки надо будет проверять. Значит, в течение осени... Прямо сюда подставляют, да? Да, прямо сюда, вот. Особенно они любят съедать вот свежие ветки, видите, в этом году, этого года. Старые они жесткие, невкусные, трудно грызть их. Они съедают молодежь. Тут надо, скажем, заменить это старое. А они съели новое. И бесконечно такое происходит, понимаете? Никак не дождется. Ну, я когда положил здесь, да, потом несколько... Накрываю, точно так же накрываю. И несколько раз за осень проверил. Если съели, добавляю еще. Если уж очень высокое дерево, мы, как правило, его закручиваем веревками. Ой, 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 ой. Ой, ну что же, ой, ну стоит же и плодоносит. Это в особо благоприятных условиях, во-первых. И второе условие, желательно, чтобы не было на продувных местах, вот, как вот возле дома. Знаете, чтобы снег здорово сильно тоже не выдувало. Чтобы где-то более-менее защищенные места были. То есть вы за то, чтобы волочную обязательно укладывать. Обязательно. То, что вот сейчас там ставят его, как зенитное орудие, знаете? Да, да. Торчит, черты куда, да? Тепло не сохраняется. Если тем более замотать ее мешковиной простой. Ну, что ее продувает, как бардюк, как решето. Павел Игоревич, ну согнуть-то такое дерево трудно. Так вы же видите, что согнуты, какие толстые ветки. Действительно согнутая. И прекрасно, и она гнется хорошо. Но одно условие. Гнуть надо, вот, как я сказал, до 15 октября. Павел Игоревич, ну вот дает сад здоровья, как вы считаете? Практически только благодаря саду я чувствую себя более-менее нормально. Вот такая взаимосвязь урожая фруктовых деревьев с тем, как мы их подготовим к зиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok